Моё ТВ Моё ТВ Моё ТВ Играть Резвязь, забавляться, развлекаться Проводить время в каком-то занятии Служащим для развлечения, отдыха и спортивного соревнования И со спортивными играми всё понятно Главная победа любой циномии Да, но есть ещё определение Игра природы, игра слов, игра судьбы, игра воображения Монополия – самая популярная игра в мире Мы постоянно во что-нибудь играем Кстати, мелодия игры «Супер Марио» позаимствована Моцартом Мы сами играем на музыкальных инструментах А если не получается, то на нервах у родителей Седьмого февраля для всех взрослых любителей спорта Состоится открытие Олимпийских игр А в какие игры играем мы, вы узнаете в онлайн-журнале «Мои 18 минуты» Кстати, что? Ну, со спортивными играми всё понятно Для развлечения, отдыха и спортивного соревнования Нормально я скакала? Это не менее Олимпийские игры в Сочи Поэтому наш сегодняшний эфир целиком и полностью посвящён разным играм Всяким разным играм Спортивным, компьютерным, настольным играм Вообще всяческим, всяческим, которые вы можете себе представить Во что играют сверстники нас с Настей Во что играют взрослые И вообще во что играют все-все-все Мы сегодня как раз об этом и будем разговаривать Ну, а какие любимые игры у горожан города Тюмени Мы узнаем про вас сейчас Есть ли у тебя какие-нибудь любимые игры, в которые тебе нравится играть больше всего? Люблю в осадки играть, люблю в куколки и всякие игрушки Догонялки На каток ходим, в компании всей семьи, вот это есть На коньках кататься, на лыжах Хоккей, нет, вырежьте Вот в кораблике люблю играться А так, ну и спортивных игр То, что на физкультуре играют Там какие-нибудь вышибалы, волейбол, волейбол нравится Какие тебе не нравятся игры? Егу, например Баскетбол Я бы, например, никогда не стала кататься на лыжах Я просто не люблю кататься на лыжах, в карты Наверное, в карты, на деньги Ну, я думаю, это игра из кинофильма Пила Как бы Не нравится мне такая игра Физкультура не нравится Почему? Часто докапывается, значит, в гигиенической форме, там всякое такое Потому что это только там мальчишки Только там мальчишки Ни одной девчонки нет Ну и мы с вами снова в студии И, дорогие онлайнеры, сразу хотела бы вам задать один вопрос Очень интересный, над которым придется подумать Покреативничайте и ответьте мне прямо в комментарии Как из зимнего вида спорта сделать летний? Все свои самые интересные мысли пишите в комментарии Самые замечательные обязательно озвучу в эфире Также напоминаю вам, что в комментариях вы можете задавать вопросы нашим сегодняшним гостям Которые будут в студии И сейчас у нас в гостях мастерица Подробнее с вас с ней познакомит Лиза И да, я уже готова подробнее познакомить всех-всех-всех Замечательной Надей Шишкиной Которая уже не первый раз в нашей студии Мастера всей руки Могу тебя вообще так называть Нисколько не умаляет своего такого статуса Привет! Да, привет! Рассказываю, что мы сегодня будем делать Я вижу, тут у нас есть сердечки И подозреваю, что что-то будет связано с 14 февраля Сегодня я покажу вам, как сделать очень необычную Валентинку Суть которой это розыгрышевание Будем... Очень классно нам понадобится Бумака или плотный картон, бишь бы не глянцевая Гигиеническая помада, акриловые краски И все И небольшой трафарет, сонечка И любимый человек Который будет читать в Валентинку С этим сложнее, конечно Ну да, ну ладно, не будем об этом Будем в Валентинках Мы берем листок бумаги И... Да, первым делом нам нужно наметить наши будущие сердечки Это можно сделать в трафаретике, как угодно Можно даже заранее распечатать вот такие сердечки на листе бумаги Это, конечно, журничество, но лишь бы красиво будет, правда? И так? Ну так, да Но мы-то суперхудожники, мы можем сами, конечно Я тебе все-таки советую это обвести Особенно я вообще, у меня все отлично с глазомером, поэтому все будет... Закрасим нормально Хорошо Хорошо, когда все можно закрасить Следующим номером нам нужно будет придумать и, конечно же, записать те желания, которые мы исполним для любимого человека Три штучки надо рисовать? Не обязательно три, можно сколько угодно Три просто смотрятся хорошо А, ну да, чем больше сердечек, тем больше желания, я так понимаю Ну тогда рисуем побольше Вы можете разрешить стереть защитный слой с одного сердечка, либо сразу с нескольких Это будет зависеть только от вас Главное, что все желания вы выполняли с удовольствием То есть пишите то, что вы действительно хотите сделать для этого человека Допустим, я могу написать, что я испеку тортик Нарисую портрет этого человека Я так понимаю, потом уже не отвертишься, если подарил такую портретинку Так что надо быть осторожным с желанием Помоги мне с третьим желанием, что еще нужно сделать? Сводить накаток Хорошо, напишем коньки А вдруг он подумает, что тебе нужно подарить ему коньки и будет требовать новые коньки от тебя Отмажемся Хорошо В этом случае можно Так, теперь Самая приятная Ой, а мне тоже надо писать? Да Я вообще что-то позабыла совсем Я напишу секретные желания, не буду озвучивать их Нет, не рисуй, я думаю, пока Так, следующим номером нам нужно покрыть вот эти сердечки ровно на надписи гигиенической помадой Чтобы потом все это можно было аккуратненько стереть, а надпись в сердечке осталась Так, замазываем Помаду можно перед тем заморозить, чтобы она была жесткой и не растекалась, не размазывалась Ничего себе не происходило Потом сверху мы делаем защитный слой с помощью оплевой окраски И закрашиваем ровно все сердечко изнутри Я боюсь, что оно не размажется Ну и чем не виднее будет желание, тем для меня лучше Так, а скажи, пожалуйста, ну вот уже напоминали, что сегодня началась Олимпиада Вообще, может, ну ты вообще рада, что в России такая честь для нас принимать Олимпиаду Это вообще как-то тебя-то снилось или нет? Конечно, я очень рада, я читаю Олимпийский твиттер, меня это все очень сильно увлекает Принимаешь участие, можно сказать Да, там некоторые смешные провалы нашего Олимпийского Сочи, но все равно это очень сильно радует Наводит на какой-то патриотический дух, все равно какая-то гордость есть А сама, ну когда-нибудь занималась каким-то спортом? В детстве занималась понемножку, никогда серьезно, конечно, ничего не сказала А, ну, сейчас, ну не жалеешь, что с детства там не пошла на какие-нибудь танцы? Конечно, чуть рисование-то увлекательно Ну да, конечно, я с тобой согласна, я тоже не очень спортивный человек, но иногда приходится, чтобы, ну, поддерживать форму А, ну, тогда такой вопрос, который уже звучал у нас в сюжете В какую бы игру ты бы никогда вообще ни за что, ни за какие коврижки не стала бы играть? На самом деле это очень сложный вопрос Ну да, я тоже думаю, что это сложный вопрос Он очень, вообще, ответы на него самые, могут быть разнообразные Наверное, это какая-нибудь азартная игра Азарт редко приводит к чему-либо То есть ты не играешь в карты? Я люблю покер, я люблю играть в карты, но все равно Но все равно азарт это не мое, говорит на это Ну, а может быть там во что-нибудь экстремальное Или ты готова, ну, экстремальничать? Я не знаю, решусь ли я на самом деле на что-нибудь экстремальное, но да, в душе хочу Может быть, ты бы хотела поучаствовать в Форт Боярде или в чем-нибудь тихом? На самом деле у меня есть задумка устроить какой-нибудь Форт Боярде Поэтому, если что, я тебя позову обязательно И будем вместе разгадывать загадки Можно я буду фурой? Или вот этим, знаешь, был мисс Юля Буль, который всех в темницу затаскивал Вот это самая классная роль, ответственная Ты будешь затаскивать всех в темницу, я запомню, что ты хочешь эту роль использовать Вот я закрасила уже сердечко Что, мы должны теперь, чтобы они высохли, да? Да, после полного высыхания краски Нужно предоставить самую важную в этом случае роль Своему любимому человеку Стереть защитный слой и выбрать какое-либо из желаний Ну, либо все сразу Стирай А, это как будто бы ты бы мне уже подарила, да? И я теперь думаю, так, я сейчас Представим себе, что все хорошо Так, это не напоминает карточки, по которым звонили раньше Мгновенная лотерея, телефонные карточки Да, 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 что типа торт Ну все Кто-то в следующий раз приходит в студию с тортиком Я поняла Да, и только какой-нибудь связанный с играми олимпийскими, пожалуйста Или вообще с играми Например, торт в виде карт или в виде кубика Рубика, например Ну, а еще тогда такой вопрос тебе, как к мастеру хендмейда Вот сейчас, ну, как бы, такое время пришло, что люди, ну, как бы, относятся лучше к подаркам своими руками Ну, кажется, что это как-то теплее, приятнее, уютнее Что ты можешь по этому поводу сказать? Я полностью согласна Конечно, всегда очень приятно получить то, что человек сделал для тебя сам Тогда такой вопрос Я, как эколог, хочу тебе сказать, что, ну, наверное, ты пробовала делать, ну, какие-то вещицы такие приятные Мелочи, подарки тоже, может, из каких-нибудь, ну, вещей, которые уже отслужили свою Там, из пластиковых бутылок или из чего-нибудь такого Конечно, у меня все хранится на какой-нибудь случай, когда-либо при меню Как у Плюшки Это все бумажечки, все, что здесь у нас есть, да, все Все, когда-то это была коробка, без птицы, да, чем-то таким Конечно, это упаковочная бумага сперта из магазина, что-то Так, тут уже у нас какие-то криминальные сводки пошли Нет, это лайфхак, как сейчас модно назвать Хорошо, ну, просто мне хочется, чтобы наши младители тоже не забывали о том, что Не обязательно покупать подарки в магазинах, можно их делать своими руками И даже материалы для этих подарков своими руками можно найти у себя в Чуване Например, пустую бутылку, краски, бумага И тут у вас вот уже готов креативный подарок, какая-нибудь вазочка Или даже что-нибудь еще Вот, Надя, мне очень приятно, что мы сегодня с тобой, ну, использовали И я все время хочу вторично переработанную маму сказать просто, ну, раз я ей пол Вот, ну, мне нравится, как это выглядит, мне кажется, что такая вот интрига присутствует И это, ну, как бы дает свой плюс Огромное вообще спасибо, что ты была сегодня с нами Что ты поделилась своим опытом, своими креативными какими-то идеями А вообще, скажи мне, ты в детстве играла, может быть, в войнушки или там В дочке матери точно В дочке матери точно играла, в войнушки Я не могу сказать, я не помню А вы дети в каких-нибудь ковбоях Или ты была все-таки такой женственной, дочкой и матерью? Дочкой матери, я в сим сыграла, вот это точно помню А, ну, а вообще, ну, в таких игрок, типа дочке матери, казаки, разбойники Или просто и дети, нет никаких правил А некоторые люди настолько вживаются в роль какого-нибудь... Какого-нибудь ковбоя И продолжают играть, и играть, и играть, и играть А вообще, ты бы, раз мы говорим об играх И вернуться нужно опять к этому слову Игры, скажи, пожалуйста, можно ли подарить, вот тебе как мастеру подарков, подарить игру? Можно Ну, если вот это не настольная игра какая-нибудь, а что-нибудь... Да карты можете сделать своими руками Вот, игру можно подарить не только в виде карт Но еще и в каком-то другом виде А в каком? Сейчас посмотрим Затронила, простите Ничего тебе понесло-то Интриги, эмоции, переживания — это все живой квест Эта игра пришла из Питера и постепенно набирает популярность в Тюмени Так, мне куда? Для полного вхождения в роль мы примерим пиратскую треуголку и индийские перья И поиграем в игру «Живой квест» — завещание Флинта Все мы любим интересные книги и хорошие фильмы А что если создать историю, в которой зрители будут действующими лицами? Для этого и придуманная игра — живой квест Количество игроков варьируется от 8 до 25 человек И по времени занимает около двух часов Если в фильме все предопределено заранее, то ход и развязку живого квеста определяют сами участники Прежде чем начать игру, ведущий раздает правила и небольшое описание каждой роли Это нужно обязательно прочесть для дальнейшего участия Далее ведущий проводит анкетирование на выявление ваших актерских данных И распределяет роли в соответствии с пожеланиями Дон Диего, Родригес де Велес Дельмара, испанский аристократ Дон Диего, люблю море, детский смех, солнце Воровать деньги Я Нэнси Дерская, капитан корабля Фурия Я Берди Пистол Я бывший пират И еще я безумец А потом начинается самое интересное Получаем папки, в которых лежит буклёс история вашего героя, его секретами и целями Надеваем костюмы и входим в образ Помимо описания роли, в папке также находятся ваши способности и ценные вещи Чтобы достичь целей, нужна информация У тебя есть оружие? Нет Попробуй Хорошо Что у тебя есть? Я не скажу Следующее действие, это, конечно же, знакомство друг с другом Общаемся, договариваемся, используем логику и интуицию, флирт и интриги Доброе слово или дуло пистолета Игра проходит в общении, но не за одним столом Вас попросили побеседовать наедине Может быть, вам предложили подписать мирный договор А может, вас просто заманили, чтобы убить Он будет моим Это будущий пират Если я выиграю, я соберу его к себе в команду Если я выиграю, ты не будешь к нему вообще подходить Ты поняла, Нэнси? Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Полное погружение в атмосферу приключений Неожиданные и захватывающие повороты сюжета Вот обязательные компоненты живого квеста Которые, как хороший фильм или книга Оставляют после себя яркие воспоминания Что, ты хочешь со мной поговорить? Отдавай мне ром Надеюсь, ты вылечила его Я его вылечила Держи, алкоголит Смотрите, идеальная ситуация Игра закончилась, мы обсуждаем нюансы Наш ведущий назвал нашу игру немного инвалидной Потому что, оказывается, можно было варить зелье, убивать, стрелять Но вообще, в следующий раз, когда я буду играть в эту игру Я думаю, она пройдет намного увлекательнее Хотя я и так выполнила все свои цели Я попала в самую большую команду И уплыла с этого жуткого вулканического острова Возвращаемся в нашу студию И у меня в гостях региональный представитель компании Квестория Тимофей Визеров Здравствуйте, Тимофей Здравствуйте Ну вот мы сейчас посмотрели сюжет про квест Который, наподобие таких квестов Как раз и занимается вашей компанией И вообще, такими квестами занимается ваша компания Насколько я понимаю Да, именно так Вы, насколько вы давно пришли в эту индустрию И чем она вас привлекает И что вас там держит У нас уже в порядка двух лет проводятся такие квесты в Тюмени Мне эта индустрия нравится тем, что это возможность подарить людям эмоции Эмоции, причем очень позитивные Очень приятно, когда тебе люди говорят, что вот мы тут в понедельник вышли на работу И практически не работали, а обсуждали ваш квест Ну да Вот, надеюсь, меня работодатели не услышат Ну, мне кажется, что позитивные эмоции И вообще позитивная энергия Она всегда нужнее, чем всякие там бумажки И вообще офисная какая-то работа Ну, всему свое время, конечно Да Тогда такой вопрос Насколько... Вот вы два года уже в Тюмени работаете И насколько тюменцы, ну, откликаются Насколько это востребовано и вообще Ну, это достаточно востребовано Я замечаю, что в последнее время у нас все чаще народ предпочитает, скажем, вот такой вариант отдыха Нежели стандартные, скажем так, посиделки в кафе, в том числе и с алкоголем Ну, на самом деле это огромный плюс И мне кажется, что когда ты делаешь, ну, вот такое приятное людям То, ну, и самого сердца радость Я бы, мне кажется, с удовольствием тоже провела бы какой-нибудь квест Это очень интересно И сама бы хотела бы поучаствовать Вот как раз об этом Чтобы поучаствовать в вашем квесте, что нужно сделать? Ну, по-большому ничего сложного По-большому счету ничего сложного нету То есть, если вы хотите, как говорится, не своей компанией заказать То можно зайти на сайт, оставить заявку Если хотите попробовать поиграть с незнакомыми людьми Кто-то говорит, что это интереснее, потому что непонятны их реакции и так далее То же самое, можно зайти на сайт, посмотреть расписание И там просто записаться на ближайшую игру То есть, если же такой вариант, ты приходишь один, без компании Да И, то есть, тебе выдают также, ну, твою роль И ты ведешь себя соответственно в этой роли Да, совершенно верно, можно так же сделать А вот мы сейчас посмотрели про пиратский квест А какие еще такие вот необычные темы есть, ну, для... Ну, вообще для игр, для таких квестов? Ну, на самом деле, темы есть самые разнообразные То есть, у нас есть некий набор сюжетов стандартных Вот, то есть, на любые практически темы То есть, у нас есть про Венецию, у нас есть про ковбоев У нас есть про Египет, конец 19 века У нас есть такой, скажем, 20 век, это 45-й год, где фашисты пытаются скрыться на яхте от возмездия Все так серьезно даже Вот, даже у нас есть город сталкеров, который, правда, играется на природе Он идет у нас не три, а, как обычно, часа, где-то 4-4 с половиной Вот, но проводим его обычно летом А, то есть, у вас стандартное время для проведения игры, ну, то есть, около 3 часов, да? А какие-нибудь, ну, не думали ли о какие-нибудь затяжные квесты? Типа, ну, какие-нибудь выезды, там, ролевые какие-нибудь? Нет, об этом не думал, я раньше занимался энкаунтером Это сети-квесты, там вот как раз такие игры были То есть, там полчаса до продолжительности практически сутки Но там это было достаточно активно И люди уже после игры потом спали чуть ли не сутки Ну, конечно, такой эмоциональный раздрайв Тогда задаю вам мой контрольный вопрос каждому сегодняшнему гостю В какую игру бы вы ни за что вообще не сыграли в своей жизни? Я бы, наверное, ни за что не стал играть в русскую рулетку Потому что, мне кажется, старки слишком высоки Ну да, на самом деле, можно нечаянно отдать в самое дорогое свою жизнь А тогда вопрос также В детстве во что играли? В казаки-разбойники или во что-нибудь такое? В Войнушка, как мне тут понравилось ВКонтакте Текст, это во время войнушки в детстве Самое сложное было не попасть, а доказать, что ты попал Ну да, конечно А я сейчас предлагаю вам вернуться в детство И вы помните игру «Горячо-холодно»? Да, конечно А сейчас, в 21 веке, я думаю, что дети, наверное, в нее даже уже не играют Поэтому сейчас мы попробуем возобновить, реконструировать эту замечательную игру «Горячо-холодно» Но с помощью новых гаджетов, с помощью смартфона Сейчас у вас есть телефон Микрофончик давайте я заберу Вот так, у вас есть телефон У меня есть повязка Сейчас я… у нас там почему-то заиграла какая-то музыка, музыкальное настроение, все отлично, пятница, все вообще хорошо В общем, в этом помещении, не конкретно в этой комнате, но на улицу не придется выходить, не бойтесь, спрятан какой-то предмет И сейчас, когда я завяжу вам глаза, я буду управлять вами, как это страшно бы не звучало, посредством скайпа Сейчас я завязываю вам глаза Только вы должны будете честно сказать Сможете вы подглянуть или нет, иначе игра провалится у нас Так, что-нибудь видите? Ничего не Отлично Это то, что нам нужно Сейчас Настя поможет мне и позвонит вам в скайп И мы возьмем трубку Я помогу вам Когда-нибудь это произойдет, я думаю Почему-то никто нам не звонит Вы прям как полковники, нам никто не пишет Так В общем, я взяла трубку Сейчас ваша цель меня очень хорошо слышать Вы слышите меня? А, слышу Отлично Сейчас вам нужно сделать шаг вперед И еще один Шаг чуть-чуть поменьше Отлично Теперь вам нужно повернуться вправо Отлично Идем вперед Да Еще Еще Теперь поворачиваемся влево Идем прямо А теперь, так подождите, у нас сейчас может произойти какое-то непонятное Вообще что-то происходит Пойдем направо Направо поворачиваем Аккуратно Аккуратно делаем шажки Вправо, вправо, вправо Еще один И еще один И шагаем прямо Все, шагаем, 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 шагаем Аккуратно дверь Все Сейчас сложность Это порог Вам нужно переступить порог Переступаем порог Переступили порог, отлично И теперь поворачиваем на лево И теперь поворачиваем на лево На лево мы поворачиваем Так, это, походу, не то лево было Сейчас поворачиваем на другую Да, отлично, отлично Еще чуть-чуть Да, 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 да Правильно И идем 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 Давайте смелее Ну что же Как это смелее Смелее, смелее, смелее Так, вы уже теплее Намного теплее И сейчас Вам нужно будет повернуть На лево или право Я не ориентируюсь Туда, где нет стены Направо Направо Идите прямо Пока нет преград Почти никаких Еще идите прямо Еще, еще, еще Теперь Остановитесь И И Попробуйте нащупать что-то рукой Чуть ниже Атакала, хорошо Правее, правее Выше, выше Выше, выше, выше Повыше И правее Повыше и правее Вы что-то чувствуете? Стол А теперь Все, все, все Ура Скажите привет всем, кто Открывайте глаза И скажите привет всем, кто сидит в кабинете Всем привет Привет Вы выполнили наш квест Для вас вот такой небольшой Сейчас Можете возвращаться Ко мне И я прошу прощения За то, что я была Не очень хорошим поводырем У меня большие проблемы С Вообще Топографический Кретинизм Как вы знаете Он распространенный У девушек Вот Возвращайтесь Возвращайтесь В одиночники Вот Такую микробика Мы для вас спрятали Давайте В двух словах Какие ощущения были Насколько было это страшно Слушать меня И идти в бездну Страшно Вот Вот Такой квест Мы подготовили То, что поделились Такой полезной информацией О том, как можно Поучаствовать в ваших квестах Напоминаю, что у меня в гостях Был Тимофей Лизиров Прямо сейчас Мы посмотрим сюжет О тех, кто Свои какие-то Детские мечты Воплотил в жизнь И теперь продолжает Идти с ними И во взрослой жизни Мой папа Вместе с друзьями В детстве Играли в мушкетеров Один из моих Любимых фильмов Это старый советский мюзикл Про Д'Артаньяна Романтика Плаща и шпаги Присутствует и здесь В Тюменском фехтовальном клубе Эспада Ну, как обычное Спортивное занятие Мы начинаем с разминочки Чтобы привести все мышцы В необходимое состояние Разогреть тело Чтобы и дети Не получили травму Немного истории Все началось С большого взрыва На земле Зародилась жизнь Появились дензавры Затем их сменили мамонты Обезьяна взяла В руки палку Немного перемотаем 15 век Испания Человек Изобрел шпагу Началась эпоха мушкетеров Пышных балов Роскошных замков Мушкетеры Сражались на дуэлях Ради любви Прекрасных дам Шпага была признанным Отличительным знаком дворянина В 1708 году Петр I вооружил шпагами Всю пехоту Фехтование Как вид спорта Было включено в программу Первых олимпийских игр Современности В 1896 году Фехтовальщики Используют три вида оружия Саблю Рапиру И шпагу У рапиры Четырехгранный клинок У шпаги Трехгранный И у сабли Двухгранный клинок Также Гардами они отличаются У рапиры Вот она Прямая гарда У шпаги Она более Большая Она закрывает руку От поражения И у сабли Гарда Тоже Другая Для того чтобы Закрывала руку От поражения Изначально Берут два пальца И рапира Держит только два пальца Большой И указательный У рапира Поражаемая поверхность Только грудная часть У шпаги Полностью везде Поражаемая поверхность И у сабли Только грудь и руки На наших тренировках Есть два вида оружия Шпага И рапира На шпаге Менее Менее быстрый бой Но В то же время Более тактичный Здесь вот идет бой На рапире Это шнур С помощью него Аппарат фиксирует уколы На шпаге Есть наконечник С помощью которого Передается Электрический импульс И с помощью штура Загорается укол А больно ли Вот это вот Получать вот эти уколы Для этого Специальная защита На бочнике И поэтому не больно Вообще Сначала Мы одеваем Куртку Мы одеваем На бочник Потом идет куртка Потом одевается Перчатка Для того чтобы Не повредить руки И маска Для защиты головы Вот я тоже готова к тренировке Иду в свой первый бой Я предлагаю тебе пофантазировать И представить Как сделать так Чтобы фехтование Вошло в программу Зимних олимпийских видов Спорта Да может быть фехтование И как биатлон Пробежал Победил соперника Выбил его Побежал дальше Теперь я понимаю Своего папу Который в детстве Играл в мушкетерах Это замечательная защита Час тренировки Это чудная сабля Этот восхитительный Головной убор И я чувствую себя Настоящим мушкетером Я хочу напомнить вам Про наш интерактив Пожалуйста Ответьте мне На такой замечательный вопрос Очень-очень интересный Которым нужно подумать Как из зимнего вида спорта Сделать летний Один ответ у нас есть Анастасия Худякова Предлагает вместо бобслея Сделать гонки в аквапарке Ну соответственно Без боба Мне кажется Очень интересный Такой действительно И вариант Другие свои варианты Мы ждем в ваших комментариях А сегодня у нас в студии Гость это повар-технолог Александр Деронин Привет, Саш Здравствуйте И давай Скажи, что мы сегодня Будем готовить? Сегодня мы будем готовить Бутерброды Называется «Школьник» Почему такое простое название? Потому что их так просто Приготовить Попросили быстро И молочный коктейль А что нам до этого понадобится? Все на столе С чего начнем? Ну давай, наверное, с первого блюда Которое такое С бутербродов С бутербродов С бутербродов Моя помощь нужна Помогать будем доску? Да Берем хлеб Хорошо Хлеб я обжарил Очень хочу Не забываем Хлеб нужно обжарить Так Кетчуп Майонез Дюмочки Саш, по ходу того Как ты будешь готовить Я хочу тебе спросить Вот ты работаешь поваром-технологом Какое блюдо Ты любишь больше всего готовить? Больше всего я люблю готовить Суши Суши? Ой, я просто обожаю Суши Замечательно А какое блюдо у тебя Чаще всего заказывают Там, если ты работаешь Я работаю в СРТ Там больше всего заказывают Скорее всего, супы Так что я В принципе, основанно супах Почему ты Ну, почему именно такой вариант? Там, больше обеденный какой-то Ну, наверное Любят Обедать Мы нарезали лук Что мы делаем дальше? Мы берем блюдце Это можно, да, взять Берем блюдце И ложку Так, мне удобно сиди готовить Лучше бы Да ладно У нас кетчуп Так Делаем Как бы это у нас была заправка для бутерброда Соус 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 Ну, наверное, такой соус готовят многие люди в своих домах Кетчуп, майонез Ну Ну и лук Замечательно Саш, ты у нас как настоящий повар Я бы хотела с тобой поиграть пока в одну очень интересную игру Я назову тебе 5 блюд А ты мне скажешь, в каких странах эти блюда являются национальными? В каких чаще всего готовят? Первое блюдо Паста Паста Италия Конечно, Италия Правильно Чехахбилли Испания Нет По названию такое Чехахбилли Подожди Давайте Нет Капусня Так Чак-чак Чак-чак Это восточные эти Сладости, да? Нет Ну как нет? Ну почти там Ну печенье с медом Ну там не печенье Там такой как бы воздушный риск Или что это? Ну это не печенье же Ну может печенье Ладно, хорошо Ну это нет Давай еще подумай Ну даже не знаю Ладно, пропустим Капусняк Вот это точно вообще Такое? Следующий Да как? Капусняк Ну сделай подсказку Братья наши Украина Конечно, Украина Молодец И пахлава 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 Это опять восточная Сладость Готовила куда-нибудь пахлаву? Нет Я готовила Не готовила Это ужасно сложно Но это очень вкусно Так, вот что у нас тут получается Тарелочку Мы Положили Получается Сыр Между двумя кусочками хлеба Промазанный нашим Соусом Потому что это Керброд-школьник Он очень простой Смотрите, как мы его оформили Да Я так очень редко режу Так, к чему мы дальше переходим? Переходим к коктейлю Первое блюдо у нас готово Отлично Коктейль Коктейль Из чего у нас будет состоять? Ну, наверное, как обычно Из молока Молоко Мороженое И из мороженого, да? Да Давай я тебе помогу Молочком Саша, почему ты выбрал Именно профессию повара? Потому что Наверное, больше всего Люду готовить Сколько наливать? Все, хватит Хватит Я тоже очень сильно люблю Готовить Добавляем мороженое 200 200? Тут всего, наверное, 200 Добавили мороженое Размешается нормально Знаешь Существует Ходит такая байка Может быть, кто-то из наших онлайнеров И слышал, или ты Если У геймера Взять клавиатуру Самого такого Прям закоренелого геймера И перевернуть ее Там Такое количество крошек будет Что Можно бы составить блюда Которые можно накормить Целую роту солдат Как ты думаешь Это вообще реально? Нет? Это возможно? Конечно, реально Это реально А ты сам-то играешь в игры? Нет, я игры не люблю Компьютерные Совсем не люблю Какой вообще-то молодец На самом деле Компьютерные игры Это очень Плохо? Печально Да Это отнимает кучу времени И мы наливаем У нас становится потерянным После них Мы наливаем наш коктейль В замечательные бокальчики Я хочу вам рассказать Одну очень занимательную историю По поводу вреда игр Компьютерных Мальчик в Китае заигрался Целую неделю играл Не кушал ничего И скончался Прямо на месте Своей Как бы игры Все это было Очень печально Ну а наши блюда Как я понимаю Готовы Это Простой молочный коктейль И два бутерброда Школьник Школьник Все это сделать Очень легко Потому что Наверное Для настоящих школьников Ну и я думаю Для геймеров Поэтому Большей части Населения нашей планеты Мы сегодня Спасли жизнь Я думаю Раз они подкрепятся И снова примутся за дело Вот Спасибо, Саша, большое За то, что ты сегодня С нами был В гостях Я напоминаю вам Что у нас Существует интерактив И с вашей замечательной Комментарии Отправляйте Ваши замечательные ответы На наш вопрос Отправляйте в комментарии Вопрос висит там же Под эфиром И О самых активных ребятах Мы Наша студия телевидения Не раз Показывала В наших эфирах Сюжеты Студии Тюменской Яролаш И в этом году В январе этого года Они выпустили уже Два ролика Эти два ролика Конечно Связаны С играми И Мы их увидим Прямо сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С днём рождения Спасибо, Женька Не ожидал С днём рождения, братец А почему не дома? Ну, здесь как-то Необычнее Светлее Ещё давно С родителями От праздности А, есть час Ложки Ну как желание Загадывай Привет, любимая Приходи в 210-е Будем праздновать Мой Нерождение Смайлики От праздников Андрюшечка Радость моя Нет Дорогой, любимый Андрейка О, в 210-е Мне сюда А ты куда? Я Я к своему парню На день рождения Я успела Здесь моего кусочка Поздравляют Где он там ходит? Его только в Китай За ушками посылают А телефон где? С днём рождения, любимый Жить хочу Жить хочу Жить хочу Что у нас на общем плане стоит? Ну, Сафин Опять два тебе ставить? Или всё-таки решишь задачу? Сафин, ну ведь простая задача У Петрова было 10 яблок К нему пришли три друга Каждому он дал по два яблока Сколько у Петрова осталось яблок? Ой, Сафин Садись, два Музыка Музыка Ес Я за урону завалил Теперь у меня плюс 13 на броне Было 342 Теперь 355 стало И бонус на три умержения Было 34, а теперь 102 Так, надо Макарова проценты с магией скинуть Сколько у меня там? 89% А, 10% ему хватит Пусть равняется 8,9% Да, Сафин Математика 5 А вот поведение 2 Нужно менять задачки в учебниках Ну а мы возвращаемся к нам в студию И прямо сейчас со мной рядом Огромная веселая компания Как раз виновники торжества Ребята и взрослые из студии Яралаш А именно Анна Орлова Это педагог Как раз студии Яралаш А также очень-очень много Маленьких деток Которые сидят на коленках Или стоят просто Это Влада Матвей Захар А также Маша И ее мама Наталья Владимировна И еще Алена Чуть постарше Ну тоже Ну я так понимаю Что ты тоже занимаешься Ну в студии Отлично У нас есть микрофончик Вот Наталья Владимировна держит Тогда раз вы взяли микрофон Тогда я задам вам первый вопрос Скажите пожалуйста Ну вот Ваш ребенок занимается Ну в студии Яралаш Как вы думаете Ну вот Маша Она играет Она прям актриса уже начинающая Или она играет в актрису пока еще Так Ну она наверное продолжает играть У нас в актрису Потому что девочка такая соблюдительная Но я думаю что талантливая Поэтому у нее это наверное не игра Это работает Это на самом деле работа Давайте тогда спросим у самой Маши Маша бери микрофон И скажи пожалуйста Ты вот когда у вас съемки Ты ну чувствуешь себя прям ну звездой Или как бы это для тебя что-то незначительное Ну вот пришла отыграла Там несколько ролей и ушла Вот даже если это не главная роль То все равно как бы чувствуешь То что ты это играешь И ты запоминаешь это на всю жизнь А у тебя уже много Ну во многих ты снялась Ну в сюжетах Только в двух В двух да Ну тебе понравилось Ты хочешь продолжать А может быть хочешь дальше актрисой стать в театре Играть или где-нибудь еще Конечно это моя мечта В театре Да Или в кино все-таки И в том и другом А ну то есть скоро на наших экранах появится Как раз Мария В главных ролях самых новых новых Самых замечательных фильмов Тогда теперь вопрос к Ане Как к педагогу Скажите пожалуйста Насколько трудно работать Ну вообще работали вы со взрослыми Или все время работали с детьми Ну вот какие-то отличия То есть они наверное Либо заигрываются Либо что-то еще Детки Ну со взрослыми в плане Конечно намного легче Потому что взрослые уже сами понимают Зачем они пришли Что они на что подписываются Они готовы терпеть Но что удивляет меня в детях Не во всех Но во многих Что дети так же С ответственностью подходят Занимаются Они очень рады И особенно когда у них что-то получается Они очень-очень Искренне рады Искренне И эта отдача Она намного светлее И на душе Это очень хорошо Когда с ними общаешься Вот чудо Которое у вас на руках сидит Это Матвей Привет Матвей Скажи пожалуйста А ты тоже начинающий актер уже? Да А ты У тебя уже Ну Большой опыт Ну в кино В кинематографе Ты во многих уже сюжетах играл? Или в нескольких только? В нескольких А тебе нравится Ну перед камерой играть? Да А ты бы хотел Может быть Какой-нибудь Сам снять Какое-нибудь кино Там про пиратов Или про что-нибудь еще Хотел бы стать режиссером? Да А про что бы ты снял Свой первый фильм? Про рыцей Про рыцарей? Здорово Мне кажется, что через Сколько тебе годиков? Пять Через двадцать А и то и Ну глядишь Меньше лет Мы увидим Отличную картину Кинематографа Про рыцарей От Матвея Матвей А скажи Пожалуйста У тебя есть любимая игра? Вот кроме того Что занимаешься Виралаши И ходишь Наверное В детский садик Во что ты еще играешь? Я играю еще Когда Мамы нет С папой Я играю В компьютер А когда Мама с папой Дома Они не разрешают Тебе играть Или разрешают В компьютер играть Разрешают Разрешают Ну вот и хорошо Отлично Нужно все Своим детям разрешать Раз они этого хотят Тогда Давай микрофончик Я заберу у тебя И передам Наверное тебе Держи Ты Ну Постарше Матвея уже Давай ты говоришь Хотел бы ты Про рыцарей Снять кино Или про что-нибудь другое Ну я долго Об этом думала Вообще У меня много мыслей По поводу этого Я верю Первое Наверное Кино Я бы снял Наверное Ну не побоюсь Того слова Про зомби Постапокалипсис Вроде так Постапокалипсис Серьезные люди Собрались в нас В эфире сегодня Не страшно тебе Снимать про зомби Ну Психка в порядке Так что А ты за психику Других людей не переживаешь Которые будут смотреть Ну Смотрят же все-таки И соберут деньги По крайней мере То есть ты хочешь стать Легендарным режиссером Зомби Апокалиптических фильмов Ну я не знаю Легендарным Может ну Хотя бы просто стать Просто стать Отлично Ну отлично Что ты Занялся такой целью Тогда Раз все у нас Знают что такое игра Что такое играть И вообще Предлагаю вам поиграть со мной Как я предлагаю Всем своим гостям В такую Игру для вас Может быть новую А для нас Кто работает Ну Работать Как я сказала На телевидении Ну чем мы тут занимаемся Не в бирюльке же играем Правильно У меня есть текст Который написан На вот таких вот Как бы Листочках Вот я выдам Алене Наверное Держи Держи И сейчас Давай Держи Алене Сейчас вам нужно будет Вот в том-то и дело Все Не надо ничего читать Сейчас все будет импровизация Все хорошо Ну Ты должна Ты же актриса Поэтому все будет хорошо Давай Сейчас Там написан Не очень сложный Текст По смыслу Он вообще В принципе Не очень Какой-то там Ну вообще Никого смысла В принципе Не несет Но там есть слова Которые Ну трудны К произношению Где-то И по смыслу Тоже их понять В общем-то Не каждый Может это упражнение Для дикторов Сейчас посмотрим Насколько Хороший ты диктор Не волнуйся Читай В эфире Программа Время Первый канал И Алена Васильева В эфире Давай Новый визуальный канал Лига ТВ Международного кастинг-центра Золотая лига Транслируется По технологии Онлайн вещания В сети интернет И предназначен Для информирования Социально активных граждан В сфере производства Кино Театра, телевидение И реклама Телеканал является Площадкой для новых Интересных проектов Специалистов Исполнений И представляет Возможность Полноценно заявить о себе По-моему Отличный дебют Вообще все здорово Можно даже похлопать У тебя, мне кажется Отличная артикуляция Отличная дикция Так что Милости просим Ну и кажется Ну уже Спасибо, я согласна Вот Ну недолго думая Так, держи Посмотрим Может быть тебе Держать микрофон Так удобней? Давай читай Телеканал Лига ТВ Всегда открыт Для сотрудничества С профессиональными Актерами С сценаристами Продюсерами Режиссерами Шоуменами Модератами Интервью В сфере Театра И кино Трансляция Канал Лига ТВ Канал Лига ТВ Осуществляется На сайте www.ligatv.ru Через 3 Через тире Тотка Ру Ну можно тоже Похлопать Ты молодец Большая У тебя были сложные Даже английские буквы Там Сложно было? Ну немножечко сложно Ну мне кажется Что это пройдет Чуть-чуть еще подрастешь И сможешь тоже стать диктором Теперь пришла твоя очередь Давай Зомби Зомби-режиссер Вещай Ну за последствия Я не отвечаю Ну мы поняли уже Цель создания телеканала Лига ТВ Продюсирование телевизионных программ И обкатка пилотов Их продвижение с интернет-ТВ На большое ТВ Проведение дистанционных Собеседований Интервью и кастингов С соискателями Находящихся в разных городах Сокрытые и открытые каналы Новые методы Продвижения актеров Моделей ТВ-ведущих Молодых режиссеров Сценаристов И продюсеров Создание всемирной Информационной сети Агентства Золотая Лига Мне кажется Вообще бурные аплодисменты Просто отлично Ты можешь уже Мне кажется Готовый уже продукт Вы просто на телевидение Спокойно выходите И ничего На НТВ Просто скандалы Интриги расследования Показать все что скрыто Ты любишь Криминал? Нет Ну я думаю Что он будет озвучивать Всех зомби В своем фильме С отличной своей дикцией И артикуляцией Большое спасибо За то что вы сегодня К нам пришли Мы очень рады Что мы с вами сотрудничаем Будем продолжать Сотрудничество Со студией Яролаш Мне кажется Что вы посмотрели Как вообще устроено телевидение Ну вы это знаете Вы же играете Все таки Уже практически В большом кино Большое спасибо Что пришли Вообще очень много Событий происходит В нашем городе Тюмени И совсем недавно Прошел вечер встреч Вопускников Веги Вега Это клубный Ну клубный союз Старшеклассников И что же там происходило Посмотрим в сюжете Что наша жизнь Игра А жизнь веговца Полна приключений И неожиданностей И сегодня мы узнаем Так ли это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что для тебя значит вега? Все Во как О блин Даже это Даже сразу не ответишь Вега это второй дом Моя жизнь наверное Сгущенка и печенье В отряде ювента по вечерам Для меня это Дом и любовь Бессонные ночи творчества В отряде Беспокойные сердца Я даже не знаю Это так было давно Я все помню ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держать, стремись, творить Будь сильным, добрым, смелым Будь первым, поварить Даю прическу Раз, два, три, четыре Эй, ребята, шире шаг Нет, наверное, в целом мире Веселее, дружбеее А вот вы были руководителем веги Как по-вашему, что изменилось сейчас? Ну, я думаю, что с приходом нового руководителя Все немножечко меняется Ребята стали более творческие Может быть, в каких-то вещах они более самостоятельные стали Наверное, все-таки железная рука моя В свое время сделала Ну, какую-то такую вот дисциплинарную вещь А вообще, говорят, хороший руководитель тот После ухода которого все продолжает работать Значит, была система Приветствую тебя, мой старый друг Прервалась незаметная переписка Я понимаю, мы живем не близко Но напишу еще письмо А вдруг? Я знаю точно Письма слишком мало Но пусть подольше длится наша связь И, видимо, чего-то не хватало Распереписка наша Скажи мне, пожалуйста, как века изменила твою жизнь? Очень сильно Просто вот глобально Она все перевернула Она изменила меня так же, как практически изменила всех Она изменила во мне плохие качества Которых мне нужно было избавляться Я стал общаться с новыми ребятами Они очень классные Очень добрые все Стал общительнее, интереснее Более стал... Кругозор расширил свой Ну и, конечно, нашел очень много хороших себе и близких друзей Когда никто не может понять И пусто, и пусто, и пусто, день и дождя Когда промахают звезд подружки Только мои подружки Смогут успокоить меня Только мои подружки Смогут развеселить меня Только мои подружки Смогут успокоить меня Как давно вы выпустились с Веги? В 95-м году В 2000-м году В 88-м году С Ювенты В 1988-м году Спокойные сердца В 89-м В 92-м году Какие впечатления у вас остались? Самые положительные Спрашивают что-то, я же не знаю ничего Какие впечатления у вас остались? От Веги Ну, память, память Вега – это развитие Веселье, улыбки Вечный двигатель Ну, это много эмоций Это много друзей Это много творчества И много всего хорошего Я считаю, Вега Действительно всегда была за рядом Для того, чтобы Совершать добрые, хорошие дела Кто придумал, будто был у звезд холодный свет И каждый с лучами согреет Уже светит всегда В ней наша звезда Как озорую вега и царем Мы уйдем Ну, так что ж за собой поведешь Ты, други, золотые маяки Вот и подошел к концу Вечер встречи Вопутников Веги Было много искрометного Юмора Песен и танцев Я думаю, что эта традиция Будет радовать не только Ветеранов Объединения Вега Но и действующих Ее участников Ну, а мы с вами снова в студии Я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира Холодные игры А значит, говорим мы сегодня о различных играх В самом начале эфира я запустила интерактив И вопросом которого был Как из зимних видов спорта сделать летние На самом деле, мне кажется, очень интересный вопрос На который могло быть множество вариантов ответа И некоторые из них Вот Полина Симахина пишет, что вместо обычного хоккея на льду Можно проводить хоккей на траве Вместо коньков ролики, а вместо шайбы мяч Ну, думаю, неплохой вариант Такой дворовый, наверное, в него можно поиграть, в принципе, легко Кирилл Щербинин пишет, что вместо керлинга Можно пускать камни по воде Лягушки, в общем Ну, думаю, что тоже вполне интересный вариант Нужно будет обязательно попробовать И еще Полина Симахина предлагает нам Что шорт-трек можно проводить на тех же роликах Скелетон спут на доске по желобу А в конце спортсмен падает в воду Мне кажется, так экстремально, наверное, даже немного И очень интересно Знаете, существуют такие люди, которые Разные испытания интересные проходят Не на экранах компьютера, как некоторые А именно в реальной жизни И о таких людях мы посмотрим в следующий сюжет Война в Афганистане стала суровым экзаменом для советских солдат Во многом потому, что это была в значительной степени Война в горах Боевые действия в горных условиях Классической военной науки считаются наиболее тяжелыми Что же говорить о той войне без тыла и флангов С которой пришлось столкнуться тюменским ребятам Многие из которых и высоких холмов никогда до этого не видели Жестокий зной днем и свирепый мороз ночью Разрывающий легкий горный воздух Лишенный кислорода, коварные камнепады И бездомные ледниковые трещины Но ничто это не могло остановить наших парней По неволе ставших военными альпинистами Опыт, который они добыли дорогой ценой Достоин того, чтобы быть сохраненным Будущими поколениями российских воинов Оплаченное кровью и потом умение побеждать в горах Нельзя растерять Около 60% границы Российской Федерации Проходит по горным районам Именно там ищут пути все, кто опасается прийти к нам с открытым лицом и чистыми намерениями Чтобы остановить их на страже российских горных перевалов Надежно стоят современные российские горники Специальные горные части подразделения Лучшей из которых по праву является 34-я мотострелковая горная бригада Созданная в 2005 году по инициативе верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина Бригада является олицетворением современного облика российской армии Уровень боевой и физической подготовки горников Современное вооружение и экипировка на уровне лучших мировых стандартов Денежное содержание, питание и бытовые условия Созданные для военнослужащих срочной и контрактной службы Бригада неоднократно признавалась лучшим воинским соединением Южного военного округа Закаленные Кавказом, проверенные Альпами и Гималаями Российские горные стрелки создают новую, возрождаемую практически из небытия, романтику военной службы И молодежь, вопреки всем маловерам и пессимистам, совсем неравнодушна к этой мужской романтике Тюменские юноши, которым пришла пора встать в армейский строй, слышат вызов гор и готовятся достойно его принять С 2008 года на базе областного центра дополнительного образования детей и молодежи При поддержке депутатов Тюменской областной думы действует, не имеющий аналогов в России, молодежное объединение Сводный альпатриат военно-патриотических объединений Тюменской области Носящий с 2010 года имя нашего земляка, героя России Тимура Мухуддинова Уже более 30 воспитанников отряда из города Тюмени, Тюменского, Казанского, Исецкого и Галышмановского районов области Прошли срочную военную службу по призыву в разведывательном батальоне 34-й мотострелковой горной бригады Опыт Тюмени признан экспертами различных силовых ведомств, исключительным и рекомендован к распространению по всей России Да и сам альпатриат, который возглавляют бывшие горники, не склонен почивать на лаврах В 2014 году набираются группы для подготовки призывников, которые целевым призывом уйдут служить в части специального назначения родного центрального военного округа Третью гвардейскую отдельную бригаду специального назначения в Тольятти и в 24-ю отдельную бригаду специального назначения в Новосибирске Горная подготовка призвана стать основной в учебной программе российского армейского спецназа Испытанные формы подготовки, слитые воедино с базой современного альпинизма, дают хорошие результаты Тюменцы активно участвуют в общероссийских военно-спортивных мероприятиях, завоевывая призовые места на чемпионате вооруженных сил по горному троеборью Кавказ или Памир, горы, всегда готовы предъявить счет тому, кто приблизился к ним Но мы будем готовы к этому и будем побеждать Побеждать всегда, даже в горах МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И конкретно по направлению вы альпинисты? Да, я готовлю призывников для службы в горных частях То есть, а вот в сюжете была девушка одна, она тоже собирается быть призвана в горные части? Ну она просто работает у нас в отделении, она везде участвует А, понятно Пуча погружений с аквалангом, 12 прыжков с парашютом, она там у всех в горах с нами была Красавица, комсомолка, спортсменка и просто вообще замечательная девушка Ну руку бы я ей пожаловала с удовольствием, потому что мне тоже очень интересен, ну вообще, ну альпинизм И я сама не только недавно увидела первый раз горы, ну какие-никакие, такие более-менее горы Ну на Кавказе попыталась что-то там куда-то забраться, чуть не упала Ну в общем, думаю, что нужно мне снаряжение какое-нибудь, потом уже что-то пытаться делать Скажи, пожалуйста, Саш, вот у тебя там огромная сумка, тебе тоже привет, бери микрофон и рассказывай, что у тебя в сумке есть Снаряжение получается Ну, давай, ну не будем сильно там углубляться в глубину сумки, чуть-чуть Каска, понятно, что камень у головы не прилетел, там, или самому не что-то не ударится А если какие-нибудь экстремальные там ситуации, допустим, нету каски, тебе нужно лезть, срочно убегать Тогда ты никуда не лезешь А убегать от Йети, в гору лезть или что-нибудь такое Не знаю, Йети ни разу не встречали Ну, все еще, мне кажется, мало ли что бывают чудеса в жизни, ну в общем, если есть возможность, берите всегда каску с собой, советую ребята нам Дальше И кусок сала, как в анекдоте И кусок сала, нет, сала не берите, или только соевое, это я советую вам Ну, это индивидуальная страховочная система Куча карабинов и всего такого Да, то есть, это у всех на страховке, чтобы ничего не было никуда Не отвалилось Да, пусковое устройство восьмерка Устройство подъема по веревке жумар Жумар Это схватывающий Ну, как бы Смогательный веревка, как шнур Конечно, это схватывающий узлы на веревке Часто от жизни не зависит Вроде бы маленький кусочек веревки, 6 миллиметров А это тяжелая вся вместе эта система или нет? Можно я подниму попробую? Ну, так-то нет, я думала, что там прям целый бандаж такой Ну, нормально Помимо этого, кто в гору лезет, там много всякого другого, смотри Висит еще все такое Сладные элементы, крючки, молотки Это дополнительные версии Я смотрю, у нас вот тут есть фотографии Вот это где, например? Это западный Кавказ, ущелье Узунков Ага Сейчас ребята, которые служат, они вот сборы проходили в этом году А скажите, вы готовите только прям вот к армии или просто, если кто-то хочет позаниматься альпинизмом, тоже можно прийти и позаниматься? Ну, чтобы просто позаниматься альпинизмом, есть Тюменская федерация альпинизма региональная, есть клуб Алькор А к вам конкретно, то есть к армии? Да, конкретно, кто хочет в армии служить нормально, в интересных частях, местах побывать там Саша, скажи, пожалуйста, а можно микрофлотик, Саша? А ты, ну, собираешься уже скоро пойти, да, в армию? Конечно, в ноябре войну В ноябре уже, и идешь в горные какие-то войска? Да, в разведку горных, сколько? Ой, мне кажется, это очень, ну, это интереснее, мне кажется, чем, что-то другое Ну, я, может быть, даже хотела попробовать, там, погладить где-нибудь, ну, не в армии, конечно Ну, тогда, мой контрольный вопрос к вам тоже, в какую вы игру, раз вы такие экстремалы, у нас, в какую бы вы игру ни за что не сыграли? В своей жизни, в азартной То есть вы в карты не играете? Нет Вообще на отрезок сказались? На отрезок И никогда не будете? Нет Даже в армии? Даже в армии Ну, ладно, если что, мы вас поймаем там А вы, Андрей? Домино Почему? Не знаю, точки не нравятся То есть это именно личная неприязнь к точкам? Да Понятно? Ну, тогда, я надеюсь, у вас не будет такой неприязни, какая у вас есть к точкам, к моему предложению поиграть со мной чуть-чуть в завершении нашей беседы Сейчас на экране будет появляться фотография, и вы должны будете понять, что же это за вершина, гора или что-нибудь такое? Беспонятно Ну, может быть, какие-то предположения? Предположения? Ну, какой-нибудь пик, а кольник искать не могу Я вот могу назвать, какие горы я знаю, я их визуально распознаю, а другие не очень Может быть, Саша тоже, да, нет вариантов? Саша начинающая, тынулся, кажется Ну, может быть, он эрудит у нас горный Ну, это Монглан Монглан? Да С этого стороны я его не видел, я видел только хребет снежный, который там идет А, даже так, ну ладно, вы мне сделали, ладно, хорошо Ну, это Эверест Отлично, у вас один балл И третий Эльбрус, я на нем четыре раза был И тут я поняла, что я буду дальше сидеть и искать в интернете картинки, пока Андрей покоряет Эверест Северный склон, вот скалы Ленция, когда я служил, там вообще упал реплет за год до этого, и мы его разбирали на 4 800 Угу, то есть там где-то вы есть на фотографии сзади Да, четыре месяца там были, и даже в составе своего подразделения мы там что-то там три мировых рекорда, что ли, фиксированных решили Что я тут делаю вообще? Я тут сижу и разговариваю с таким человеком, который покорил Эверест практически Хорошо, ну, что мне остается только попросить переключить следующую картину? Без понятия Ну, подскажу, это какой-то пик Пик? Наверное, один из семитысячников, наверное, СНГ, да? Ну, что-то там, наверное Наверное, Ленина Это пик Победы Пик Победы Да, и последнее Очень горячее название этого Телеманжаро? Ну, почти, поближе к нам, мне кажется Тибет какой-то там, в Монстри Не знаю, не скажу Арарат Арарат? Да, именно Арарат Ну, вообще, на самом деле, я просто была сейчас шокирована тем, что вы покоряли уже, ну, Эверест и все такое Эверест или Груз? А, Эверест дорого там, сейчас там, около ста тысяч, что-то там Ну, я думаю, что это не умаляет, как бы, ваших заслуг Огромное спасибо, что вы сегодня пришли Напоминаю нашим онлайнерам, что у меня в гостях был Саша Угрюмов и Андрей Антонов Ребята-альпинисты И потом, если есть желание, ну, у ребят, которые собираются идти в армию, можете связаться через нас с Андреем И как-то Андрей поспособствует вашему отличному поступлению в армию Ну, не поступлению, а приему в армию Вот, я просто про ЕГЭ думаю, поступление и все такое А что же ждет наших горожан и вообще жителей России в будущем, посмотрим сейчас Дайджест 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 Не пропусти! Не пропусти! Легендарный спектакль театра Мимикрия МЖ «Игра без правил» возвращается Показы начнутся 14 февраля, в День всех влюбленных В Тюменском драматическом театре «Сцена на пятом» Приобрести билеты можно на сайте mimikria.ru, а также в кассе драмтеатра Бронь по телефону 939-959 Участвуй! 8 февраля в 12 часов дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Колумб» состоятся соревнования для активной молодежи «Олимпийская деревня-2014» Каждый желающий в возрасте от 5 лет и старше может совершенно бесплатно подать заявку на участие в различных возрастных группах «Приходи!» «Приходи!» Стартовал прием заявок на новую сессию стажировки для молодых журналистов «Веб-репортер» Стажировка пройдет по трем направлениям – копирайтинг, фото и видеорепортажи Сроки по приему заявок не ограничены «Выбирай!» «Выбирай!» «Зима в самом разгаре!» «Еще не встал на лыжи, коньки или сноуборд?» «Мы собрали для тебя информацию о том, где можно активно провести время» «Смотри карту, бери друзей и вперед навстречу новым впечатлениям» «Смотри!» «Смотри!» 7 февраля в день открытия Олимпийских игр 2014 в Сочи состоится прямой эфир онлайн-журнала для школьников «МАИ-18-Минус» Тема эфира – холодные игры, в том числе олимпийские Это был Дайджест новостей портала Читайте, слушайте и смотрите подробнее на мой портал.ру На мой портал.ру Дайджест 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 Ну а наш эфир подходит потихонечку к своему логическому завершению Как вы заметили, сегодня не было живого выступления, поэтому я вообще просто прошу всех, кто хочет засветиться в «18-Минус» Пишите к нам в группу «Младежная студия телевидения 18-Минус ВКонтакте» И если вы хотите танцевать, спеть, поиграть на каких-нибудь инструментах у нас в прямом эфире Мы обязательно с вами свяжемся и представим вас А я напоминаю, что эфир был подготовлен студией молодежно-детской областной студии телевидения 18-Минус С вами в студии были Лиза и Настя И играйте, не забывайте, что даже если вы повзрослели, все равно можно играть, играть и играть И жизнь вообще, мне кажется, нужно прожить играючи А прямо сейчас зафиналит наш сегодняшний эфир наши давние знакомые, группа «Сами» До свидания, приятных выходных! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В одном порыве вместе с вами Мой город лучший на земле Я за тебя двумя руками Здесь солнце, здесь снега и лето Здесь воздух чистый и вода Благодарим тебя за это Двумя руками за тебя Огнем горят наши сердца С надеждой смотрим новый день Теперь все наши голода Живи во вне твоя тюльпель Теперь все наши голода Живи во вне твоя тюльпель Живи во вне твоя тюльпель Живи во вне твоей тюльпель Официальная страница моего ТВ в сети мойпортал.ру